Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здраво будет Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Если мы с тобой появились в кадре, это означает, что мы с тобой будем о чем-то говорить. О чем мы с тобой сегодня будем разговаривать? Сегодня мы будем говорить об одной ситуации, которая немножко была приоткрыта в Иралаше. Там речь какая? Опоздал ученик на урок, его спрашивает, почему ты опоздал? Он говорит, да я вот бабушку через дорогу переводил. Учительница похвалила этого мальчика, сказала, какой он хороший. И на следующий раз весь класс не пришел вовремя на урок. Когда учительница переспросила, а где вы все этот раз были, они тоже так же наивно и весело и задорно сообщили, что они бабушку через дорогу переводили. А на вопрос, а почему у вас было так много, а бабушка всего одна, они ответили, что она просто сопротивлялась и по одному-то не получалось ее перевести. Ну вот тема нашей сегодняшней передачи называется «Причиняем добро». Вот про это и поговорим. На самом деле тема кажется вроде бы веселая, но она немного и грустная. Дело вот в чем. Появляется большое количество народу, которое что-то вот сегодня узнало, что-то где-то с чем-то познакомилось. И оно готово вот этим, с чем оно познакомилось, тут же осчастливить вот этим самым всех вокруг. Причем часто даже самостоятельно не поприменяя в жизни, не попрактиковав, не поняв, а есть в этом какая-то польза или нет. Теперь вот чтобы более наглядней был такой вот образ у вас сложился в голове, про что я говорю. То есть представьте, что вы вот человек, ведущий здоровый образ жизни, ложащий солнышком, встающий с солнышком. И вот пришла летняя пора и вы, выспавшись благополучно, 4 часа встали, смотрите вокруг. Красота-то какая! Птички поют, скоро будет восход солнца и надо бы еще других пробудить, которые чтоб на это дело посмотрели. А соседи у вас, они почему-то другой образ жизни ведут. Они заснули под утро и в 8 часов утра ему уже на работу предстоит вставать. И вот что, как вы думаете, произойдет, если вы вот с таким хорошим задорным настроением в 4 часа утра начнете будить ваших соседей? Если вы с задором пойдете задорно будить ваших незадорных соседей. Ну да. Печалька произойдет, я думаю, для соседей сначала, а потом печалька разольется по всему миру. Ну и к чему ты это рассказывал? Это я к тому рассказывал, что всему свое время. Если кто-то уже пробудился, это не значит, что рядом уже все также готовы к этому пробуждению. И бывает, как в этом примере. Человек бы пусть позже, но встал. И он бы встал в свое время, к 8 на работу. А если вы разбудили в 4 и испортили ему настроение, то он свое время может проспать, а перед этим испортит настроение вам. То есть тянут за ботву морковка, чтобы она быстрее выросла? Да, вот именно про это. Хорошо. И что из этого следует? А из этого следует, что нужно все-таки не примерять все, как это, не мерить весь мир одним аршином. Не считать, что если вы такие, то и все такие. Всему свое время. Вы можете поделиться информацией, если вас просят. Вы можете даже где-то разместить эту информацию и высказать то видение мира, мироустройства свое. Но если человеку это не нужно, то есть даже такая фраза в одном из религиозных учений, то не надо метать бисер перед свиньями. Бисер может закончиться, а свиньи после того, как вы им этот бисер наметаете, будут недовольны, что вы их разбудили и они так хорошо спали в своих лужах. Будут недовольны, почему бисер оказался не по зубам. Они же его хотят попробовать. Мы на этом закончим передачу или что-то ты хочешь рассказать? Ну конечно мы на этом закончим передачу. У нас все передачи так и укладываются. Три или четыре минуты. Я это шучу на самом деле. Мне охота, чтобы ты со своего сегодняшнего понимания объяснил всем нам, как все-таки правильно обращаться с новыми знаниями, с новой информацией, чтобы не только не навредить себе, но и не навредить другим. Существует детское восприятие мира, которое мы уже неоднократно упоминали, да и будем дальше упоминать, которое прекрасно рассказывает, как себя ведут дети. У ребенка всегда есть авторитет. Вот всегда. Это может быть мультфильм, это может быть папа с мамой, это может быть дедушка с бабушкой, какой-то другой человек, герой фильма, герой какой-то книги, кто угодно. Это может быть какое-то учение, это может быть какая-то структура. Но какой-то авторитет всегда есть, на кого ребенок равняется, иначе просто быть не может. Далее. Ребенок, приняв учение авторитета, начинает действовать так, как авторитет сказал, но в окружении таких же, как он. То есть он всегда делает, как другие. То есть я всегда делаю, как все, и соизмеряю свои действия с делами все. Если уж идем все яблони копать, вернее посажать, если нам авторитет сказал, то я тоже буду сажать. Если мы идем кого-то бить, то я тоже иду бить. Мне не важно, за что мы его бьем. Важно, что авторитет сказал, значит мы идем бить плохих. И так далее и тому подобное. То есть любое дело соотносится с авторитетом, с его словами, учениями и в окружении тех, кто это делает. То есть я равняюсь на всех, исходя из ровни на авторитета. Далее, ну и когда спрашиваешь, зачем ты это сделал, ты не можешь это объяснить, ты говоришь, ну так делают все. Вот этого тоже надо отметить. И далее, если ты, например, сажаешь яблони, авторитет на тебя смотрит, то ты сажаешь их лучше всех. Если ты копаешь траншею, и авторитет присутствует, или присутствуют те, кто уже добились какого-то своего авторитета в этой группе, то ты будешь стараться лучше их сделать. И это очень важно. Но как только ты не получаешь похвалы от самого авторитета, или от тех, кто тебя окружает, ты сразу же впадаешь в уныние. И это уныние часто переходит в истерику. То есть третий параметр – это желание похвалы за то, что ты сделаешь. И четвертый, в том случае, если похвалы нет, или ты встречаешь что-то другое – это истерика. То есть первый авторитет, второй – это как все, третье – это похвала, желание похвалы. И четвертое – это истерика, если ты с кем-то встречаешься и с другой секты, к примеру, и с другого направления, с другим авторитетом, с другим учением. То есть это обязательно вот крик, вопли, драка и так далее. И пятый уровень – это когда человек сам желает, как маленький ребенок, сам желает стать авторитетом. Вот это очень важно. Когда эти все пять показателей присутствуют в человеке, поздравляю вас, вы – маленький ребенок. Хорошо это или плохо? С точки зрения обучения – это замечательно. Потому что если бы не было авторитета, мне не на кого было бы равняться. С точки зрения маленького человека – это тоже все здорово. Хорошо, он еще маленький, глуповат и жизни не видел, поэтому надо на кого равняться. Это принцип выводковой породы какой-нибудь там птицы. Кого ты вывелся, вывыпился из яйца, и ты кого встретишь, затем бежишь и повторяешь за ним все, что он делает. Много казусов бывает, когда, например, утенок вывыпился и бежит за кошкой, к примеру, или там еще за кем-то еще. Также это свойственно тем зверятам, которые раскрывают свои глазки и начинают повторять все за теми, кто вокруг их находится. И в первую очередь за теми, кто более подвижен и кто им приносит корм, у кого они сосут маму, например. Это все присутствует в живоприроде, ничего плохого здесь нет. Но когда это все проявляется в старшем возрасте, когда уже за 18 лет человеку, вот тут начинаются проблемы. Потому что человек сам не живет по себе, он использует свое тело на службу тому, кого он принял за авторитета. Он служит не себе, он служит тому учению, которое в него навязали, и тому дяде или тете, который круче его. И мало того, он начинает сражаться не за свои идеи, а он сражается за идеи тех авторитетов, которые у него в голове сидят. К тому примеру огромное количество войны, проблемы, межгосударственные. Когда брат на брата идет, лупят другого брата только потому, что ему сказали, что оказывается тот не брат, а он с другой стороны. И надо его отлупить и убить. Так говорит авторитет. И многие дурачки этим как бы пользуются, но ничего хорошего из этого не получается. Потому что говорят-то чужие, а льется наша кровь. Это вот что касается детского подхода. Поэтому, когда мы говорим про то, чтобы причинить, не причинить добро, мы должны понимать, что все мы так или иначе проходим стадии детскости. Сначала у нас авторитет. Это тот, кому мы вообще не противоречим, не перечим, мы просто его слушаем. Мы просто впитываем все, что он говорит. Второе, мы как все, мы начинаем это применять, как вот другие применяют. Третье, мы начинаем это делать лучше других, чтобы была похвала. Причем это не обязательно, потому что тебе подойдет и скажет, ты молодец, ты круто действуешь. Мы хотим этой похвалы. Нас это изнутри распирает, даже если мы это не понимаем на уровне подсознания. И эта похвала часто вырождается, выражается в том, что мы начинаем открывшую Америку через форточку, в эту форточку всем орать, давайте тоже открывать Америку. Всех начинаем в эту секту загонять. Всех начинаем в это дело привлекать. Всех начинаем в это направление двигать. И неважно, подходит оно, не подходит. Известно оно, неизвестно. Ведь часто бывает так, что ты двигаешь, а говорит человек, да я ты давно уже все съел. Уже переварил и даже в туалет сходил. А ты мне это все запихиваешь. Мне это уже неинтересно. Я уже прошел. Мне твои машинки с куклами неинтересны. Я уже старший дяденька. У меня уже свои дети есть. А ты мне пытаешься рассказать то, что тебе сейчас стало доступно, открыто. И то, что я 20 лет все уже давным-давно прошел, попробовал и применил. Вот люди, которые под властью авторитета или вот находятся в таком состоянии, они этого не понимают, не слышат. Ты чего? Надо все равно. Давай. Так же сказали. Так же делают. Ну, доходят до Яралаша, до смешного. То есть, следование, учение авторитета, повторение как все и желание стать лучше как все. Поэтому вот от этого еще никто не уберегся. Обязательно это проходит. Только это может быть выражено как? Активно все ходят на улице и как там, а вы знаете что-нибудь про Бога? Давайте поговорим про Бога. Вот такие там книги начинают читать, достают из кармана какие-то там справочники, подчеркнут у них фразы и они прям эти фразами сыпят, чтобы всех ощутить. Плохо это? Да нет, наверное, не плохо. Это естественно, это нормально. Это надо понимать. Ну, просто это может быть очень навязчиво и другие тебя не поймут и могут, но сказать тебе несколько неприятных слов. Может быть, пинок дадут взад, что ты будешь с лестницы лететь с пятого этажа и кувыркаться. Но это все стадии проходимы. То есть авторитет, как все, и желание сделать лучше всех, чтобы получить похвалу. И вот тут после этого обязательно так или иначе может наступить разочарование, истерика, когда другие тебя не хотят слушать, когда в твоей семье не принимают это, когда все, вот ты им уже сказал, ты тысячу раз сказал, что не пей, козленочкам встанет, он кивал и говорит, хорошо, ну раз и выпивает. Ты ему рассказывал, не кури, потому что я тебе не считаю, и говорит, да ничего там плохого нет, я покурю, мне это нравится. И хоть ты убейся, но ничего не действует на человека. Вот это та стадия, когда вы можете впасть в уныние. Ну и естественно, когда вы достигаете каких-то уровней высот, вы пытаетесь уже самим стать авторитетом для кого-то другого. Вот вопрос, как глубоко вы себя в эту детскость погружаете? Если очень глубоко, то тогда все будет на примитивном обезьяньем уровне. Если на высоком уровне осознания и мудрости, вот тогда все будет становиться на свои места, и вы будете другим людям помогать. Вопрос, вы кто? Вы просто повторяющая обезьянка? Вы просто медведь, которого научили крутить педали, чтобы получать кусочек сахара? Либо вы человек? Это очень важно. А человек, он всегда осознает, кто перед ним, что ему нужно говорить, в какой стадии становления, взросления он находится, что его окружает, почему он к этому пришел, и только после этого он начинает его переводить через дорогу. А не так, что просто ему захотелось сделать доброе дело, он схватил за шкерман и потащил кого-то через дорогу, даже если тот только что оттуда пришел, ему туда больше не надо. Он все равно будет его тащить, даже если тот будет ругаться с ним, драться, но все равно он сильнее, круче, мощнее и так далее. Вот такие неприятные ситуации нас ожидают. То есть детский подход, он хорош в определенном возрасте, или хорош для понимания чего-либо, может быть там какое-то служение нужно, но он совершенно неприменим, когда вы уже взрослый и общаетесь с взрослыми. Вот к чему я все это вел. Долго? Ну зато доходчиво. Теперь применительно вот к нашим семьям. Получается, кто-то первый проснулся, занялся здоровым образом жизни. Остальные, как Алексей уже правильно подметил, не поддерживают твое начинание. И тут действительно можешь пытаться их силой сюда впихнуть в этот здоровый образ жизни, но может и не хватит твоих силенок справиться со всеми остальными. Есть другой вариант. Тогда искать своих единомышленников и уже с единомышленниками развиваться в этом направлении и давать эту информацию о том, какие улучшения происходят в тебе в таком виде, чтобы она могла быть прочитана, услышана, увидена другими людьми, которые благодаря этой информации смогут стать лучше. И как ни странно это покажется, то, как говорят, охота почесать левое ухо, и ты чешешь вот так. Так вот этот закон действует и для влияния на ту ситуацию, которая тебе нужна. То есть напрямую воздействие на своих родственников ты, скорее всего, получишь отворот-поворот. Но если ты будешь продолжать заниматься здоровым образом жизни, вот в качестве примера, допустим, это возьмем, делиться этим с окружающими, то через какое-то время количество людей, ведущих здоровый образ жизни, увеличится, и почему-то кто-то из этих людей каким-то образом подойдет и подскажет тому вашему родственнику, который об этом не задумался, но для которого этот человек авторитет, он может повлиять на вашего родственника нужным образом, и ваш родственник как раз изменится в более правильную сторону. То есть напрямую на мир воздействовать не получается, но сея разумное, доброе, вечное, просто еще надо вот что заметить, это необходимо, нужно делать, проявлять мир, а не просто где-то у себя в голове крутить, ну вот типа я сам собой, моя хата с краю, ничего не знаю. То есть идея, она должна быть донесена до масс, через слово, через видео, через действия, через текст, и тогда вот мы вместе изменим мир к лучшему. Есть такая поговорка, нет пророка в своем Отечестве. Так вот на самом деле пророка в своем Отечестве часто и не бывает. Не все люди здравомыслящие от своей природы. Многие находятся еще на стадии становления, и поэтому если вы говорите теми понятиями или словами, которые для них непонятны, вы хоть об стенку убейтесь, они вас не поймут. Они вас будут считать за кого угодно, за сумасшедшего, за какого-то сектанта, за человека, который что-то там наелся и галлюцинации какие-то ловит, там мультики смотрят и эти мультики транслируют на них. Поэтому, если вы встречаете противодействие какое-то, ваша задача одна и очень простая. Принять их, какими они есть. Это ваши родственники, это ваше окружение, поэтому принимайте их, какие они есть, не надо их переделывать. Вы лучше создайте такую среду обитания для всего мира, в котором находятся ваши родственники, в котором бы вот это все было нормой для всех. И тогда все станет на свои места. Нет пророка в своем Отечестве, но вы можете пророком быть для Отечества другого. И в прямом смысле Отечества, то есть для другой семьи, для других людей. И очень часто бывает так. Один человек не может достучаться вот до своего родственника, но рядом находятся люди, с которыми он взаимодействует. Вот этим людям он раздает информацию, они получают что-то и, делая какие-то дела, они достучатся до того, к которому вы напрямую не могли достучаться. К которому вы не могли напрямую что-то сказать. Это покон Вселенского бытия, воздействие через окружающий мир, воздействие через то, что нас окружает, через пространство и время, когда вы создаете для этого условия. Поэтому, если видите, что уперлись здесь, идите в мир, несите знания в мир. Но ни в коем случае не как сумасшедшие сектанты, бегающие с книжками, неважно, веды у вас в руках, или у вас Библия в руках, или Коран, или что-то еще, и людям дающие прозрение. Не надо быть сектантами, надо быть человеками в этом мире, а человек – это тот, который понимает мир и принимает, какой он есть. Вы просто примите этот мир, какой он есть. Каждый человек уникален, каждый. И он для чего-то в этот мир пришел, чтобы выполнить свое предназначение, для того, чтобы сделать что-то в этом мире, получить что-то из этого мира. А вы приходите и начинаете его править под вас, под ваше представление. Да, конечно же, хорошо, когда человек трезвый. Да, конечно же, хорошо, когда он с вами единомышленник. Но если мир не такой, какой вы его видите, или какой вы его хотите, то в этом случае тот, кто живет в этом мире, он подстроится под мир, а не под вас. И тут единственный способ – это взаимодействие с единомышленниками, честно говоря, Михаил. Это создание условий. А условия создаются тогда, когда вас окружают люди, которые с вами как-то вот близки, но которые что-то могут еще не понять и которым даются эти знания. Даются через что? Раз мы массы слова здесь произносили, значит, и средства массовой информации. Вот к чему бы сейчас мы, о чем бы сейчас, вернее, мы с вами не говорили, мы всегда все равно придем в современном мире к средствам массовой информации. Если нет такого средства массовой информации, которое может выражать то, что вам близко, а есть средства массовой информации, которые выражают то, что нас всех разрушает, и их много, и они хорошо оснащены, и там много денег, то они больше донесут, нежели чем каждый из вас. Как только мы объединяемся вместе и создаем или поддержим такое средство массовой информации, то оно расширяется в процентном соотношении к количеству участников. Вот, например, сто человек поддерживают, это вот такое средство массовой информации. Тысяча, значит, уже побольше. Сто тысяч уже еще больше. Миллион, ну, совсем хорошо. Потому что здесь появляются и энергетические силовые поля воздействия на окружающий мир. Это воля изъявления. Воля изъявления с точки зрения, какой должен мир и кого мы поддерживаем, кто этот мир что-то дает. И с точки зрения того, что мы поддерживаем, это то, что необходимо нам. И финансово, и морально, и через слово, и через общение, и так далее и тому подобное. Просто представьте, через что сейчас наш мир покорили? Не через войну. Через средства массовой информации. А раз так, нам необходимо, чтобы такое средство массовой информации было у нас, где бы не было проституции, где бы не было какой-то глупости, где бы оно было открыто. И, в общем-то, чтобы давало те знания или ту информацию, которая нам нужна. Делайте выводы. Вы вообще о чем говорили? Ну, об этом тоже нужно и важно было донести. Теперь я советую всем внимательно послушать, о чем мы говорили. Посмотреть, есть ли тут польза в том, что мы говорили для вас, для вашей семьи, для нашего общества и для всей нашей державы. И если такая польза есть, то уже начинать применять эти навыки, эти информацию, эти знания в жизнь, чтобы уже научиться, наконец-то, причинять добро правильно. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе. Благодарю Богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, что поднимаешь эти темы. Я так понимаю, что эти все темы берутся не обо просто как, откуда-то непонятно пролетевшие, а из наших чатов. А это означает, что пишите свои сообщения к нам в редакцию, пользуясь нашими официальными сайтами славрадио.орг, там есть форум обратной связи, или через наш канал в YouTube, или через социальные сети, которые тоже у нас в большом количестве существуют и представлены также на нашем сайте. Не причиняйте добро, ибо добро может превратиться в зло, если причинено не вовремя, не к месту и не к тому человеку. А просто дарите добро тем, кто готов это добро принять и усвоить. Ибо если не к месту, то будет только проблема. На всем я с вами прощаюсь. Благодарю еще вас, Михаил. Благодарю вас за интересные вопросы. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Понял